Субтитры создавал DimaTorzok Хотя почти угадали Если вы помните народ Божий последнего времени, с которым вступит в бой дьявол, от семени его, от семени жены, от глава книги Откровения Там написано, что и пошел дракон, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Имеющие свидетельство Иисуса Христа Я действительно начал, набравшись наглости или смелости, отождествлять уже себя верою с этими людьми, которые будут иметь свидетельство Иисуса Христа Я все-таки решил разобраться, что же такое свидетельство Иисуса Христа Ну, шаблонный ответ вы все, наверное, англинский знаете Свидетельство Иисуса Христа – это Дух Пророчества Это правильно, никто этого не отрицает Но, опять же, это, как мы говорили, всего лишь шапка Да, под которой мы должны разобраться все-таки, что такое Дух Пророчества Ну, это Елена Ваев Что мы пророчествуем и о чем суть этого свидетельства Христова И почему оно называется свидетельство Христа И какая связь у свидетельства Христа с Духом Пророчества вообще может быть, правильно? Что такое пророчество? Это то, что говорится То, о чем говорится, но его еще на данный момент не существует То есть мы можем сегодня спокойно в Дух Пророчества Будем сказать, перефразировать Дух Пророчества Можно сказать, Дух Веры Можно так сказать или нет? Дух Пророчества и Дух Веры – это одно и то же Пророку нужна вера, чтобы сейчас говорить слова, которые сбудутся через сто лет Сергей Так, если нет? То есть это не существует То есть Пророк – это Божий слуга или Божий сын Как хотите, называйте его Божий проводник, который научился или учится Как мы сегодня прочитали за апостола Павла Ему было, помните, от жертвенника Углев, помазанный уст Так, чтобы говорить о несуществующем Как уже о сбывшемся факте Так или нет? Совершенно верно Для этого действительно нужна вера Помните слова апостола Павла? Как написано, он так говорит Как написано Я веровал, потому и говорил И мы веруем, потому и говорим Кто прежде веровал и говорил? На кого он обращает внимание? На своего предшественника какого-то или на кого-то? Конечно же, на Бога То есть у кого он научился веровать и говорить? У Бога Ну, а без Иисуса Христа он не мог научиться Поэтому свидетельство верить и говорить Мы можем научиться только у нашего представителя У Иисуса Христа И, конечно же, связанные с этим уже полномочия Которые Иисус приобрел, чтобы так делать Мы уже с вами знаем, что кем он стал Как это нужно было Что нужно было для того, чтобы стать таким, как мы Чтобы стать нашим учителем Научить нас веровать и говорить То есть это все понятие заключено в одном слове Свидетельство Иисуса И вот Христос, апостол Павел в 2-м послании Коринфянам Ой, в 1-м послании Коринфянам 2-й главе говорит В 1-м стихе я прочитаю вам И когда я, говорит он Приходил к вам, братья Приходил возвещать вам свидетельство Божие Слышите? Он говорит о свидетельстве Божьем Не в превосходстве слова или мудрости Ибо я рассудил быть у вас Не знающим ничего Кроме Иисуса Христа И притом распятого Мы все говорим И действительно Сейчас я как раз читаю Гошата Евангелия Деяния апостолов Деяния апостолов Действительно Создается впечатление Создается первое впечатление Я буду об этом сегодня говорить вам Что в рай мы вступим именно с этим Я предвижу это на сегодняшний день С чем мы вступим в брань? Мы вступим в брань С главным атрибутом Которым антихрист пользуется Все эти 1260 лет А знаете какой самый главный атрибут антихриста? Крест Распятие Апостол Павел говорит Я тоже пришел к вам С каким Христом? С распятым В чем проблема? Где проблема? Где вот этот момент Критической массы Как сегодня Олег говорил Которая взбудоражит Ту массу Которая тоже проповедуют Вроде бы распятие Тоже не говорят ни о чем Кроме Христа Кроме того распятого Вы видите что На каждой церкви В каждой церкви Крест Мы говорим Нигде Нигде Со счетом не сбрасывается Правда? Крест это главная Точка На которую Строится Любая церковь Баптистская То ли христианская То ли адвентистская То ли любая Христианская церковь Она построена на кресте И вот дорогие мои Сегодня Нам Как людям Которые Ну Уже Изъявили Желание Или как бы Ну да можно так сказать Стать народом Божьим Который будет не просто Народ Божий А уже будет иметь свидетельство Некое свидетельство То Мы сегодня должны понять В чем же было отличие Креста Павлового От креста тех Которые И учили Иному Которых он назвал Помните По отшествии моем Войдут к вам лютые волки И не щадящие стадо Помните Волки А Иисус предупрежал Волки в овящих шкурах Которые войдут К вам не будут щадить стадо Какая разница Где мы можем определить Антихриста Ну по Иоанну Мы же немножко Научились определять Да В плоти Не в плоти Да Все Это крест Это действительно Да Да Это одно Но мы сегодня будем говорить Не о кресте О котором мы говорили сегодня В субботней школе Не о кресте его воплощения А именно о кресте Голговском Именно о кресте Голговском Потому что Сегодня может создаться впечатление Что мы уже подходим К такому вроде бы Умозаключению Что Голговский крест Это вообще Что-то страшное И вообще надо его сбросить Со счета вообще Апостол Павел говорит Я не сбрасываю его со счета Почему? Потому что В нем Есть нечто такое Что Без чего Ну Просто невозможно Да И под Многих Ну я Отгрежаю события Дальше он говорит Смотрите что он говорит И был я у вас В немощи И в страхе И в великом трепете И слово мое И проповедь Моя не в убедительных словах Человеческой мудрости была Но в удивлении Духа и силы То есть Смотрите что здесь уже На что намекает Апостол Павел Что существует крест Который является Плодом человеческой мудрости А есть крест Который несет Дух и силу Один и тот же крест Я еще раз повторюсь Я не говорю о кресте Который мы уже привыкли Сейчас уже говорить Кресте воплощения Креста в нашу семью Тот духовный крест Мы говорим сегодня О кресте Голгопы Это второе его согласие И идти умирать Это тоже ему за это слова Правда же И смотрите Интересный момент Я еще раз повторюсь Слово мое проповедь Мое не в убедительных словах Человеческой мудрости А в чем В духе и в силе Зачем это нужно Он говорит Смотрите Чтобы вера ваша Утверждалась Не на мудрости человеческой А на силе Божьей И опять же Мы встречаем Это слово Сила Божья Но Христос Извиняюсь Апостол Павел Проповедующий Эту силу Почему-то постоянно Был в страхе Говорит В немощи И великом трепете Что же это за сила такая Что приводит человека К такому состоянию Что он боится Трепещет И чувствует страшную немощь Так что это за сила То есть Мы сегодня Я нас сегодня Сталкиваюсь с тем Что Что существует Четко закодированный Момент То есть Библия Четко закодирована Просто с простым кодом То есть Она закодирована Противоположностями Я об этом уже давно проповедую То есть Человек Который читает Сегодня Библию в духе И силе Он читает Смотрите Я прочитаю вам Как должен читать человек Уже Который знает шифр Код Священного Писания Смотрите Слово мое Проповедь моя Не угодили В словах человеческой мудрости Но В явлении Немощи И бессилия Об этом проповедует Об этом проповедует он Потому что он говорит Что что немощное Божье Он вначале пишет Смотрите Немудрые мира Чтобы пословить мудрых Немощные Чтобы послужить Сильных И так далее То есть Противоположностями Он расходирует А Человек Который Читает 18 стих Первой главы Он читает Ибо слово о кресте Для погибающих И родствия А для нас Спасаемых Сила Божия То есть Поскольку человек Который не знает Кода Истинного кода Того Меня называют Код Мухиседека Он читает Он дает Определение Слову Сила Какой То что Принадлежит Понятиям Мира сего То есть Сила это Сила А Пикер Говорит Нет Сила это Слабость Это Немощ Величие Это Унижение И так далее И вот в этом Идет Четко Закодированный Момент Но Апостол Павел Говорит дальше Чтобы вера Утверждать Мудрость Проповедуем Между Совершенными Но Мудрость Опять же Он в каждом Стихе Четко Разграничивает Какую мудрость Ту и ту Но он Говорит Интересный момент Что Эта мудрость Которую Я вам Проповедую Я проповедую Вам как Совершенным Людям Совершенное Существо Совершенным Существо Мы с вами Уже Убеждены На основании Священного Писания Что Совершенным Существо Может быть Только человек Который Может Четко Понимать Где есть Зло А где есть Добро Свои корыстные Дух Судят Бог И Себе Подобно Так Да А Духовный Судит Обо всем Но он Потом Об этом Пишет Я сейчас Не буду Об этом Говорить Но Я хочу Сказать Сегодня Один Интересный Момент Что Вернусь Ко второму Стиху Ибо Я рассудил Быть у вас Не знающим Ничего Кроме Иисуса Христа И притом Распятого Да То есть На сегодняшний день Мы уже с вами Знаем Что Этот стих Очень Многих людей Адвентистских Проповедников Которые Называют себя Христоцентричными Это их тоже Как бы Кредо Они Ну Тоже Проповедуем Христа Распятого И так далее И вот Я помню Даже Когда-то Микроатобус Обогнал меня Ихронотобус И А на Тобусе Было написано Мы проповедуем Христа Распятого Вот Вот Видите То есть Ну Казалось бы Что тут Такого Новенького Но Дорогие мои Я хочу Вам прочитать Одно Самое Интересное Место Которое Сегодня Нам С вами Должно Помочь Определиться И Дать Возможность Примкнуть К тому Будущему Может быть Движению Которое Названо Впрочем От семени Которое Веседчество Иисуса Христа Для того Чтобы Примкнуть Нам Нам Нужно Будет Иметь Четкую Информацию Которая Должна Нам Дать Возможность Создать Доктрину Доктрину Которая Во всей Полноте Изобличит Все Вот Эти Потаенные Моменты Антихристианской Системы Я Прочитаю Вам Одно Интересное Место Из посланий К римлянам Третья Глава Сегодня Мы Уже Говорили В Субботной Школе Над Тем Что В любом Движении В любой Эпохе В любом Обществе Существуют Переломные Моменты Когда Общество Или Церковь Или Семья Любое Чеческое Институт Он Переходит В какой-то Рубеж Он Обязательно Развивается И идет К лучшему К лучшему К лучшему Стримиться В христианстве Это тоже Было И Оно Обозначено Одним Таким Словом Реформация Мы все Это Слово Хорошо Знаем То есть Всегда Существовало Люди Или Группы Людей Которые Создавали Определенное Церквей И все Это Было Всегда То есть Апостол Павел На то время Когда Он Попал В то же самое Как говорится На момент Этого Разлома Когда Иудейская Нация Откололась И уже Сползала Будем говорить В бездну И На этом Разломе Появлялось Такое Горчичное Зернышко Как это называется Церкви Божьей И вот На этом основании Эти апостолы Пытались Создать Церковь Которую Врата Адамы Не одолели И вот Апостол Павел Говорит Эта тема Очень серьезно Стояла Он говорит Рассуждает И так Первый стих Какое преимущество Быть иудеем То есть Если он уже Это говорит Значит Эти вопросы Поднимаются Что Иудеям Быть Большое преимущество Сегодня вам скажут Что Адвентистом Быть Ну так Если говорить Языком Современным Адвентистом Быть Тоже Великое преимущество И нельзя Этого спорить Правда же Нельзя спорить Потому что адвентист Это действительно Человек Которого Бог Ну Это движение Вызванное Богом И так далее И так далее И так далее Или какая польза Будет от обрезания Что такое обрезание Обрезание Было на то время Тогда Это было то же самое Что сегодня Символ крещения Так же Знак правильности Знак правильности Знак заключения Совета с Богом То есть Раньше не крестили А что Обрезали Это обрезание Заменилось Ветхозаветнее Но в Заветной Церкви чем? Крещением Давайте перефразируем И так Какое преимущество Быть адвентистом Седьмого дня Или какая польза От крещения Слушай Великое преимущество Великое преимущество Во всех отношениях написано Размещайте слово Преимущество Как будто Как корыстное Что-то Не Ну Не Ну Вроде бы корыстно Не Ну Давай Седьмое преимущество О чем оно вам говорит? Ну Какие-то благо Это благо Которое дается тебе Давайте мы вспомним Я уже может надоел Я буду постоянно вам говорить Об этом Адаме Я думаю что он не надоел Вечности он не должен надоест Будет с вами Рассказывать свой опыт Он говорит смотрите Преимущество Дается только Послушайте внимательно Только плотской стороне Духовная сторона Преимущества Это должна Ход убрать Она отчаянная Духовному ты должен Подчиниться За этими преимуществами Да То есть Что такое преимущество Это когда тебе дается Размещение Утеллект Ну то есть Все-все необходимо Создаются условия Для того чтобы ты Это все что ты имеешь Правильное русло Использовал И так далее И так далее И так далее Но приходит момент Когда тебе Тебе нужно От этих преимуществ Отказаться Для того чтобы Перейти на новый Качественно новый рубеж И вот всегда На протяжении всей истории Начиная от Адама И кончая вот уже Нашим сегодня поколением На этом притекаются На этом притекаются именно Самые преимущественные Слои населения То есть Церковь Божья Это одна из Это клир общества Мы так называем Это клир Это вершина айсберга Это все Это то То что Бог называет Народ мой Ну да И смотрите Именно народ Божий Всегда притекался В чем Именно в преимуществах Преимуществах Бог им дает Именно в преимуществах Данных им Богом Да Данных им Богом Ева приткнулась на чем Я умная Кто ей этот ум дал Бог Сатана на чем приткнулся Совершенный Кто ему это совершенство дал Бог Смотрите Тот дар Божий Те преимущества Божьи Которые даны были Этим этим существам Они же ихи что И областили Они ихи покупили Вот в чем состоит Непостижимость греха Преимущества даны тебе Тебя и погуляли Не может крайне находит Да Крайне крайне грешно Становится отоплением Проблема в том Что мы не можем Правильно пользоваться Этими преимуществами Бог Вот это нам власть Вот тут Вот тут Хорошо мы здесь сейчас Мы не можем им пользоваться Почему мы не можем им пользоваться Сейчас мы все поймем Смотрите Вот мы сейчас о кресте говорим Потому что на кресте Глядя на крест Мы можем сказать Могу я пользоваться Этими преимуществами Или не могу То есть Мы должны сегодня показать Что антихрист Своими преимуществами Пользуется Себе Что? В погибель Этими преимуществами. Это Бог им дал эти преимущества. Я еще раз повторяюсь, Бог дает преимущества. Я еще раз почитаю, великое преимущество во всех отношениях. Во всех. Ты можешь себе представить? Во всех отношениях. А наибаче самое главное преимущество, которое дано, что им верено Слово Божье. Ты представляешь? Это не просто преимущество быть президентом Украины. Или там президентом Соединенных Штатов. Или там еще каким-то великим бизнесменом. Это быц. Представьте себе, я еще раз повторяю, на вершине горы. Народом Божьим. Слово Божье. Вот тебе Бог дал слово. Ты хранитель этого слова. Представьте, какое это преимущество. Какая это преимущество. Младенца. Очень правильно сказала Жанна, тоже очень правильно сказала, что преимущество предполагает или эгоистическое отношение к преимуществу. Когда ты используешь преимущество с эгоистической стороны, преимущество над чем-то чаще всего. Над кем. И ты эти преимущества в отношении других начинаешь использовать. Чаще всего так. То есть тут преимущество обязательно должно связано. Конечно. Эго. Да, да. Или самоотвечение. Во благо или во зло. То есть как ты его воспринимаешь? Сейчас сделаем. И дальше он говорит, смотрите. Ибо что же. Если некоторые и неверные были, неверность их уничтожает ли верность Божию? То есть смотрите, он с преимуществ переходит уже к неверности к этим преимуществам. К неправильному использованию этих преимуществ. Но смотрите, что получается. Что неверность, он спрашивает, уничтожает ли эта неверность Божью славу? Нет. Смотрите, как интересно. Бог дает человеку такой дар, который он может неправильно использовать. И в то же время Бог от этого еще больше прославится. Вы замечаете? Парадокс. Дает дар, я еще раз повторюсь, который человек берет или ангел берет, неправильно его использует, но Бог в этом уничтожает ли уверенность его в этом? Как раз таки нет. Уничтожает же нет. Нет, смотрите, никак. Бог верен, говорит, а всякий человек служил. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Вот этот стих, который мы сейчас процитировали апостол Павел, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем, это есть, я считаю, что это есть как бы главный лозунг народа остатка. Бог сегодня должен победить в суде. А что такое суд? Ну да, что такое, по сути, что такое суд? Это когда присутствует обвинитель, присутствует адвокат, так? То есть это главное. И между ними сидит человек, который уже смотрит, кто из них, так правильно, кто из них аргументирует больше в свою сторону, больше аргументов. И судья определяет, адвокат более аргументированно, ну, защищает этого подсудимого. Все, значит мы его оправдаем. Если прокурор доказал свою правоту, все, его переговорят к такому-то моменту. То есть это атрибутика суда. Что выступает? На весы ложится, перед законом на весы ложится действие. Да, перед законом обязательно. Закон как бы измеритель, но на весы, то есть уже тут как бы просто ложит на весы прокурор и ложит адвокат. А адвокат весы туда перевесит. Да, вот это и есть суть суда. Что является в данном моменте, разбираем в данном моменте вот этими понятиями адвоката, судьи и прокурора? Это есть на сегодняшний день. Тот, разбираем в нами вопросе, есть крест. Голгофский крест. Он есть и наш адвокат, он есть и наш прокурор, он есть наш и судья. То есть три. Сразу он вмещает в себя три понятия суда. Именно крест. Почему я сейчас это говорю? Послушайте дальше. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявлет гнев? Это чьи слова? Адвокат или прокурор? Адвокат. Адвокат, да. Он пытается оправдать. Смотрите. Моя неправда, смотрите. Благодаря моей неправде Бог еще больше прославился. Я не познал истину, распял Христа, а из-за этого Бог еще больше прославился. Так что мне за это надо? Так и вылажно. Оправдайте меня. Смотрите, какой я хороший. Я, кажется, пушистый. Я не такой убийца. Руки мне не в крови. Это же, Боже, ты смотри. Ты же мою неправдаю. Смотри, еще больше прославился. То есть я уже не твой убийца, а я содействую твоей славе. Так что ты должен мне сделать? Ты не будешь несправедливее, если ты изъявляешь гнев. Так? Это слова адвоката. Смотрите. Говорю по человеческому рассуждению. Говорю по человеческому рассуждению, он даже говорит. По-плоцкому. Правильно? За что мне судить? Я помог Богу еще больше прославиться. Классно. За что только судить? Казалось бы, да? И дальше. Ибо иначе как Богу... А теперь смотрите, чьи это слова. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Чьи это слова? Это уже слова прокурора. Прокурора, да. Который как это говорит? Я не понял. Ты убил. Ты совершил владеяние. И ты говоришь, что Бог тебя за это еще оправдал? Нет. А как же он будет? Каково судить? По какому критерию? По какому критерию судить? Я не понимаю. Читаем дальше. Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что еще меня судить, как грешника? Чьи это слова? А это опять адвокат. Судить еще раз считай. Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божьей, то за что судить меня, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Это уже говорит апостол Павел, как судья. Это уже слова судьи. Смотрите. И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Остановимся? Да. Смотрите. Апостол Павел говорит, что появились люди, которые говорят, что мы так учим, что Голгофа прославила и нас, и его одновременно. Одновременно. Никакого суда нету, дорогие мои. Все, Голгофа есть. Убили. Все, дорогие мои. План спасения совершен, да, Сергей? Да. Это было Богом предсказано. Вы умнички, молодцы. Только прощество исполнилось. Ручки вытерли. Без проблем. Ручки вытерли. Они должны были. Все нормально закончится. Какие-то войска окружают Иерусалим, да, непонятно, откуда они взялись. Разбили эту нацию, разогнали их, разбомбили и все. По этим словам вы должны быть уже спасены. Да, по словам. По благодати Божьей. Так это же есть дешевая благодать, о которой Андрей говорил. Это есть суть дешевой благодати. В чем? Я еще раз повторю. Что моя неверность, то есть мои неправильные использования преимуществ, оказывается, Бога могут прославить. Хотя вроде бы так оно и получается. Но к славе Божьей, но не моей. Не моей славе. Мне нужно в этом, по словам апостола Петра, читаем сейчас, по словам, где они, если прочитаем один момент, интересный. Где они апостолов? Вторую главу. Нет, третью прочитаю. Бог Авраама и Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали. Смотрите, он их как бы смешивает в одну кучу. Вы предали, он его прославил и так далее. Благодаря вашему предателю, что он еще больше прославился и так далее, и так далее. От которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. А начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы и свидетели. И потом, смотрите, он говорит, и так, 19 стих, «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Где же все-таки появляется грех? В предательстве. В неправильном использовании данных нам преимуществ. Вот где закрыт грех? Что так еще раз, как перепразить можно? То есть неправильное использование данной нам свободы, которую Бог дает всем. И вот сегодня, на протяжении столетий, уже прошло более тысячи лет, да, 1600 лет уже прошло, с тех пор, как апостол Павел предупреждал, что вот такие уже появились, которые учат, говорят, что мы вроде бы учим о том, что надо делать зло, чтобы вышло добро, сегодня вы видите, насколько эта мысль укоренилась в современном христианстве. Сегодня чему нас учат? Что благодаря смерти Иисуса Христа мы спасены. Неужели благодаря смерти Иисуса Христа? У Андрея есть цитата, которую вы прочитали уже с ранних произведений, как будто говорили. Ну, тут ты же мне показал. Из истории спасения, извиняюсь, да. Благодаря смерти Иисуса Христа мы будем спасены. Но Библия и Дух Прочтой говорит нам не так. Библия говорит, что апостол Павел говорит, что «Я постоянно буду вам напоминать о Христе распятом». То есть, в каком понимании вы теперь это видите? В каком ракурсе теперь это все видно? Что он имел в виду крест распятый? Только духовную его сторону, которая прославляет Бога. А что? Уничтожает всякого человека, кто это сделал. Если он в этом что? Не покается. Потому что, как сейчас уже Маша вначале сказала, потому что заканчивает он свое рассуждение такими словами, что если бы познали, то вообще бы не распяли. А значит, вы что? Не прославили бы Бога? Не осудили бы себя. Но потом он и сказал тогда, что всякий ненавидящий уже убивает. То есть, они говорят, что вы уже практически убиваете меня. То есть, вы уже к этому идете. Хорошо. Давай. Ну, тут некоторые слышат, но нет. Адаму были открыты будущие важные события, начиная от изгнания его и Евы из Эдема до потопа и далее вплоть до первого пришествия Христа на землю. Любовь Сына Божьего к Адаму, его потомка, сотворит великое. Он снизойдет до того, что примет человеческую природу и таким образом своим уничижением возвысит тех, кто в Него верует. Именно такая жертва будет достаточной платой за спасение всего мира. Лишь немногие воспользуются предложенным им спасением через принятие столь великой жертвы. В чем великая была жертва? Где великая была жертва? В которой не нужно было участвовать нашим рукам. Это его воплощение. Но если уже дело дошло до креста, дошло дело до креста, и Бог это понимал, что если совершенное существо, отец наш, неправильно использовал свои данные ему преимущества, то тем более дети его в большинстве своем это сделали. Это Бог предвидел. Это действительно его предвидение. Он предвидел и крест предвидел. Но, что самое интересное, на чем я хочу обратить ваше внимание сейчас в заключении, я буду заканчивать свое небольшое рассуждение. То мы сегодня должны обратить внимание на одно, на одни слова, которые сказал сам Иисус Христос. Он тоже там, в этом месте, не оспаривает притязаний иудеев. Он говорит, «Знаю, что вы север Аурамова. Однако, слышите, как он говорит? Вы помните эти слова, они будут сейчас ехать? Однако ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину. О чем? Сразу этот образ, о чем? Не о том, что происходило сейчас Андрей, о том, что я сын Божий, а значит, если я сын Божий, то я родился таким-то, таким-то, ну, то есть, то есть, то есть, что многие не верили в Бог, что он Бог вообще. Конечно, не верили, сто процентов. Так вы не верили. В это не верил сатана. Вся нация не верил. Сатана же не верил. Конечно. И вот он говорит ему, «Знаю, что вы север Аурамова, однако, ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Слышите? То есть, преимущества, которые вам даны, уже настолько вами обладают, что вы не вмещаете уже то, что вам сейчас новое принесли. Оно для вас уже как бы что-то такое неизвестное, инородное я говорю, то, что я видел отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего, говорит он. Сказали ему в ответ, «Отец наш Авраам». Слышите? Опять мы подошли к Аврааму. Это тот человек, который и является символом креста, того Голгофского креста. Почему я так говорю? Потому что он есть служитель Ветхого Завета. Ну, по сути своей, правда же? То есть, у него были руки в крови? Или нет? Он каждый день, да? Убивал ягнят. Убивал, каждый день убивал, до конца своей жизни он убивал, убивал, убивал и убивал. Но теперь смотрите, что происходит здесь. Сказали ему в ответ, «Отец наш Авраам». То есть, если мы, то есть, убийца овец. Мне говорят, ну так я это называю, ты немножко порепразируешь. Сказали, сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. Ну, давайте сейчас по общепринятой христианской системе пойдем. Это нормально, убили делают. Ну, так и, если мы ищем тебя убить, то почему правило? Авраам, что он делал? Жертвы принесем тебя. Жертвы каждый день руки были по локоть в крови. Ну, лучше слушайте дальше. А теперь ищите убить меня, человека сказавшему вам истину, которую слышал в Бога. Авраам этого не делал. Не убивал. Убивал, а не убивал. Убивал, а не убивал. Ты смотри, какой он голову морочит. Иудеям. Вы бы делали Авраамовы дела. А что Авраам делал? Авраам был, мы еще раз, я еще раз смотрю, это был служитель ветхого, это убивал ягняк. То есть указывающих на кого? На Иисуса Христа. Вы бы делали эти дела. Ну, так мы же и делаем, и тебе же ищем убить. Он убивал с пониманием дела. Вот. Встреча с Милхиседеком, помните? Вот так. Решила его участь, что он убивая, не убивал. Он наоборот напоминал себе этим убийством о том, что он может неправильно воспользоваться своими данными ему преимуществами. И поэтому все преимущества он сложил у ног кого? Милхиседека. Все свои преимущества, отдав десятину, он признал власть высшего над собой. Не Бога в данный момент, а человека, который появился непонятно откуда. Вы понимаете? То есть, вот здесь как раз таки и есть тот момент суда, который очень трудно преодолеть в нашей плоской природе. То есть, сложить с себя сегодня все свои преимущества, которые данные нам. И это происходит не сегодня, не просто вот уже когда мы перешли с адвентизма в новую какую-то систему. Или она пишет, не успокаивайтесь, потому что на каждой ступени вы будете еще раз и еще раз и еще раз испытаны. И вам придется расставаться с новыми и новыми и новыми своим преимуществами, которые открываются в свете новых и новых познаний. И пока, Бог говорит, я не доведу тебя до состояния Адама в своем первозданном виде и в своем второзданном виде, то есть, имею ввиду праха земли и праха трупа, который лежал, с которым ребро вытягивали, никакого толку с вас не будет. Абрам прошел два праха, помните? Прах изначальный, с которого он был создан, а потом опять лег прах, потому что он не стал смотреть, как Бог взял еще кусочек праха где-то сбоку. Он уже использовал в качестве праха, строительно потерял кого? Самого Адама. А Бог работает, написано, только с прахом. И вот тут сейчас наша задача с вами доказать и показать всему этому миру, что как Авраам, убивая ягня, не убивал Иисуса Христа, который был оправдан этим убийством, а его дети убийством были осуждены и наказаны. И пусть вам добрый Бог поможет в том, чтобы мы сегодня с вами пришли в это единство, и чтобы все-таки действительно наши имена, наши имена были в числе тех, которые написаны в 12 главе, 14 стихе книги Откровений. Я вам ее прочитаю, если вы помните. И рассверепел дракон на жену, 17, извиняюсь, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими семенами ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа. Я хотел бы только пророчество. Пожалуйста. Я просто хотел сказать, что в том плане, что если мы имеем в виду искупление, это есть то же самое образование, воспитание. Да. То есть, если иудеи искупляли свой разум, воспитывали свой разум в жестоком совершении обряда, если не было, эти духовные подоплеки знали, что должно совершиться, это и был дух пророчества, который они пророчествовали о своей судьбе. Они воспитывали в своих телах убийц. И это был их дух пророчества. Божий хотел воспитать дух пророчества, принесением мирных... То есть, предвозвещали свою гибель. Предвозвещали, как Христос или Иоанн Креститель предвозвещал свое избавление из этого мира, то есть, принесением себя в жертву. Живую. То есть, так и они себя... Потому что она пишет, что и каждый день и Христос смотрел, что они превратили в это приношение жертв ахмун в жестокости. Вот они воспитали свой разум в этом дух пророчества. У них дрозвых, у них альтернативы не было. Потому что они убрали одну сторону закона, вот этого с креста убрали одну сторону. И, а чтобы же как-то свободно себя почувствовать, они разделяют вот что ты хочешь... сторону закона на две и говорят, теперь вот это черное. Вот, смотрите, взял вот этот кусок угля, да, на две части разломал, и теперь скажи так, так, а как же это работать? Так, значит, надо себя убедить, что вот эта часть угля это не черное, а белое. Все! Больше ничего не надо! Она же не станет от этого белее, правда? Если ты будешь ее назвать тысячу раз, что это белое кусочек. То же самое сделали и они. Есть существует черное, как мы говорим сегодня, адвокат, вернее, ну да, адвокат и прокурор. Прокурора убери, походите двух адвокатов. Как бывает, ну что, это уже не суд. Но можно иллюзию создать сюда? Иллюзию! Я как бы хотел к этому, вот, когда там с Лавицей сидели, разговаривали, что в этом я не понял Абраам, и потому ему пришлось вторую жертву принести. То есть у нее была нормальная жертва, он говорит, ты должен принять дитя обетование. То есть обетование как? Как у этой было, Анны, которая родила Иоанна Грисеевна. Нет, Самуилла. Она всем шерстом прониклась этим духом пророчества, этим духом искупления, чтобы, мы знаем, что ребенок воспитывается внутриутробно. Вот-вот, если бы Авраам проникся этим духом, в ожидании веры, духом веры, вот этим делом веры, то первый испытатель, он бы принял эту Божью, Божью жертву, всесожжение. То есть он бы правильный план спасения исполнил в своем образе. А так как он этого не сделал, то через много лет, когда уже родился сын, когда он воспитался уже, тогда нужно было как бы... Иоанн отверг свое законное преимущество быть священником, если он покорился воле Божьей, пошел в эту пустыню. Но обратно же, и он является образ иного ангела. Почему? Я так вот сижу и размышляю. Потому что отказавшись и правильно поняв то, что он должен сделать... Примкнув... Да, примкнув к этому духовному благословению, он вышел к своему народу. Он вышел к своему народу, чтобы что им передать? Эту весть о том, кто придет. Приготовить. Понимаешь? Ну, приготовить в том плане, потому что он правильно его теперь понимал. Ну, до такой, до степени, которую Бог ему в пустыне открыл. Правильно? То есть он как сам, как ангел, явил ему образ того, кто должен прийти. Через свое самоотречение. Они это не поняли и не приняли. Потому что все, что произошло там на Иордане, это было чисто формально. Поэтому такие последовали обличения, чтобы порождение не химили. То есть порождение, оно всегда сделает те, которые тот, кто к ним придет, они сделают то, что сейчас Олег сказал. Поэтому, когда-то они отвергли весть Иисуса, весть И Анна, они сделали то, что должны были сделать. Она так пишет в ранних произведениях, между прочим. Что когда они отвергли весть Иоанна Крестителя, то Сатана сделал большее. Они должны были распить Иисуса Христа. А если бы они там приняли ту весть, это была последняя весть, как бы, перед тем, чтобы не распинать сына Божьего. Поэтому, и когда иной ангел появится, даже для церкви, она его напрочь отвергнет. А потом и мир. Потому что, как он сказал брат, это уже распятие готово для всех, кто выступит в эту защиту. Я так и понял. Произведение то же самое. То же самое произойдет. То же самое. Они никогда не примут этого. Потому что, своих законных преимуществ на Царство Небесное, они никогда не отрекутся и примут только Сатану, который является человекоубийцей от начала. Он не увидел. Сатана самая поразительная, просто не увидел этого. Как такое? Мне это точно так же будет непостижимо, как Христос мог выдержать это все. Как это имеет такое основание, такой багаж, такую мудрость, не увидеть в нем божество, представляешь? Так, соответственно, и они не могли увидеть это божество. А почему написано в истории спасения, что он якобы покаялся Люцифер и пришел просить? Кто не видел? Нет. Кто не видел? Ну, 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 Люцифер не увидел в Ангеле Иисусе Христе божество, что он Бог, ставший ангелом. Нет, почему? По-моему, да. Гристе, ты не помнишь, в истории спасения там так интересно случится? Что? Да, историю спасения. Не то, что не видел, а как там написано? Ну, он не сказал, что не увидел, но он не увидел. Нет, нет. Он не признал. Не хотел признать авторитет, божественную авторитет Иисуса Христа, что он не являет в Богом. что он не увидел. понятно. То есть, не хотел признать и не увидел это разные вещи. Да. Ну, вроде там так хочется, что Гин потом понял, выход изначально что-то увидел, но это не было искренним покаянием она там. Нет, она не пишет, что он понял или увидел, он просто, он уже осознал свое положение, понял, что он проиграл, что его закрыли перед ним врата туда, и он уже как бы хотел эгенции с Иисусом Христом и как бы раскаялся, но до конца его смерти не было. То есть, он побачил в таком положении, что он потерял, да? Да, там он был к хим, ему же гады мы говорили, ты там смотри, какое положение занимаешь, а тут ты кто? Тебе и сын, а где ты стал, дорогой? А там уже стоят мохи розы развиваться, и вот это его... Он почувствовал, что он потерял свои преимущества. Да, преимущество. и на этом он... Законное преимущество. Раскаяние в любви, признание того, что... Того должен увидеть, общаясь с одним ангелом, да? Преимущество более мягким путем сохранить свою жизнь. Просто отречься от своего бывшего состояния, в котором он был, стать на более низкий уровень. То есть, Бог ему говорит, если ты хочешь каешься по-настоящему, то ты уже в более, конечно, неприятной форме ты должен пройти самоотречение. Он не захотел. Он не захотел, опять же. Но нужно было это принять верно. Вообще, да. Преимущество, это вообще такая интересная человеческая вещь. Серьезная штука. Преимущество, это действительно не во благо дается. У нас, с другой стороны, никто из людей преимущество очень верно не хватает. Миллиард, где использование во благо не используется. Не для себя, да. И опять же, все это взложено. Да-да, ну, что так убить? Мы же не говорим, надо убить. Да, то есть, что мы делаем, телевизор. То, что мы делаем, это все же возлое идет. Все возлое идет. А как это преимущество? Оно не преимущество. Да что, мы жрем, бьем, отнимаем. Даже за мед. Вот смотри, за мед. Мы говорили еще. Даже те же конфеты, мед и все. Вот есть мед, а люди создали... Как это? Зачем? Преимущество. Заменили меда. Лучше. Бог создал упаковку, да, арбуз. Нет, человек создал свою упаковку. Сейчас он уже, нельзя проехать по поляну, уже не упаковка, уже валяется. Уже дышать, он же выше дышать нечем, воняется, потому что упаковки эти парят. Да. Вот тебе преимущество. Все, это пластмасса, она же когда-то, это же телевизор, да, он все нормально, там уже хорошие передачи, но он же когда-то, этот процесс распада этого, ну, самой этой пластмассы, он же придет, его же надо сжигать где-то, а их миллиарды, ты можешь себе представить? И здесь сейчас в один момент сжечь хотя бы тысячи телевизоров на одной куче, лазурные, ты его сейчас показываешь по телевизору, новости, возле какого-то села запалили эту, мусорную свалку, люди говорят, все, дети болеют, ну там, что ты хочешь, сейчас это химия, все же дымит, и потушить не могут, а люди везут, и везут, и везут, туда вот и карьера, и говорят, все, воняет уже невозможно, уже голова вот такая, знаешь, ну вроде бы его нету, как вот сейчас, мы же не видим дыма, а он тут концентратор дает канцерогенную, да, все, мы себе душим себя, вот мои преимущества, хотели как лучше, а получается, как всегда, вот такая наша финансия, да, глобально, а человек относительно к себе, эгоизм его губит, его эгоизм, он не губит себя. Видишь, преимущества, и в дар, вот как бы мы иногда путаем дар и преимущества, само по себе преимущество происхождение, что такое преимущество, вот понятие, дар и преимущество, может человек подарил, дал возможности, ну скажем, телевизор иметь, это дар, но преимущество, вот ты имеешь телевизор, а я не имею, я же чувствую, у тебя преимущество, да, вот что именно преимущество, что в себя впитывает, вот это преимущество, там, 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 никакого канальчиков, это уже отец тебя осматривает, то есть по сути духовно преимущество, если я не имею телевизор, я уже головой думаю, а ты имеешь телевизор, ты пристану, думай головой, да, то есть тут еще тоже, у кого преимущество, часто преимущество не то, что ты имеешь, а то, что ты можешь иметь, преимущество, то есть, я имею, ну как раньше было, я имею преимущество общаться с Богом, знаешь, но это, если Бога не будет, то какое преимущество, все Бог самому. Адама и Иви преимущество, а теперь керектора, что побудило иудеев, создать стену между язычниками и Ими, опять же осознание своей преимущества, общаться с Богом. Мы не никого не хотели бы сказать. Ну это же не их, да, это же не их преимущество. Вот смотри, вот все собрались равными, сидят все в кругу равными, не имеют ничего, то есть все как бы сидят там в халатах, но у одного какое-нибудь преимущество, то есть он лучше слышит, или лучше видит, и он начинает, или лучше думает, он начинает это преимущество чаще ли использовать для чего? Спекулировать. Спекулировать. То есть преимущество, ну видишь, ну тут в этом и есть беда. Ну я же бы говорила, я опять возвращаюсь, что Ева, да, на чем приколос, на каких преимуществах, которые были, говорит, что я сама буду, я сама могу решить все проблемы, даже не имея телевизора, там жить в этой святой обстановке, то есть человек себя способен возвысить, вот в этой святой плоти даже, в которой еще не было греха, а она себя вот, видишь, замкнула. Принцип получается такой, да, преимущество, если человек получает преимущество, не просвещенное, он это преимущество использует, только на свое телесное наслаждение, то есть на материальную плоть, или еще как-то можно сказать, то есть преимущество идет, однозначно, все добрые дела, все идут во зло, то есть тут формула такая получается, его преимущество обязательно, ему же вернется, бумерангом его же и по голове стук, обязательно, вот почему делами нельзя оправдаться добрыми, да, добрыми, невозможно, невозможно, не иметь лучше преимущество, человеку не иметь, а ты не можешь, если бы я с ним родился, а ты преимущество не имел, а ты родился здорово, мы же о чем мне говорили, что Бог дает нам, при рождении эти преимущества вкладывать в человек, он уже такими сотворил, он уже такими сотворил, чтобы мы имели эти преимущества, он же какими-то животными, тоже на своем уровне имеет, тебе тоже какие-то преимущества, собака гавкает, тот там что-то делает, тот служит тому, тот служит тому, Собака – это потенциальный житель рая, а мы еще кто-то знает. Они ждут откровения. Они ждут, да. Они ждут свой час. Я, например, смотрю, что он имеет больше преимуществ, чем я, в том плане, что он уже житель рая. А я еще не известна. Потому что он правильно использует свои преимущества. Ты пособил его на цепь, он довольный. Довольный. Бесподобно тебя не убьют. И не обижается. Он не думает, что тебя какие-то козьи не строят. Смотри, вкусы где-нибудь, чтобы больше дала. И что теперь он верен до смерти? Конечно. Вот он в раю будет. Какие же кустые. Они говорят, что? Они свое преимущество. Никакого. Не используют. Вот смотри. В чем они? Да. Представься, гнездо. И оно снесло часть гнезда. Они вылазят все с теплого места укрытия. Идет ураган, дождь. Они все вылазят оттуда. Он накрывает своими телами. Чтобы практически сохранить то потомство, тот приплод, который может погибнуть от природы. А сами погибают? Да. То есть они могли бы там, кто мог бы сбиться в клубок, и они бы сохранялись без проблем потом как-то дальше. Но там погибла расплод. От расплода зависит вся семья. А, вся семья. То есть они свои преимущества не сохраняют, потому что это лишний залог и не уничтожен. Так вот основное преимущество, что получил Бог, то есть человек, это же получается, что он получил разум. Свободу воли. Свободу разума. Съев это яблоко, преимущество, получив это преимущество, видишь, пчела она, получается, живет, у нее есть программа в какой-то степени. Заложил, она раз, пошла, прикрыл и все. Мы только один раз поплывали, где-то Ева дала один раз плод, мы получили это преимущество, как нам дьявол дал преимущество, в своем пути, как Боги, размышляют. И в итоге, получается, все как бы перевернуло всех к маму. Ну, вон, программу смотрел про Сталина. Она рассказывает, ну, это как бы, свидетельница, женщина, пожилая свидетельница этого же Голодомора. Она говорит, нашла где-то кусок она хлеба какого-то, маленький кусочек хлеба, принесла домой, хотела поделить на всех. Мать напала на меня, говорит, забрала и съела его. Мама. Мама. Это, говорит, моя Мать еще был ангел, а остальные, говорят, у, там, какого-то, там, ковчучка, там, суда, там, суда, там, там, было свою трехлетнюю девочку и ели, ну, едли людей, ну, детей, детей. Это младший, начиная с младших, начиная их ест. Ну, тебе пожалуй. Я читала. Челова никогда этого не сделает. Она смотрел ее. Ежем многие. Это словим ее написано. Так вовремя написано. Рассказывая, как она и любовь, она в театральном, она преподаватель училась, и настиг, и там было внимание, и она вообще считала ее идеалом, и такая любовь, что она без нее вообще не мыслила о жизни. И очень часто предлагают, поедем туда на завтрак, туда на обед, и на самолете летят в Ригу, и тут что-то случается, то ли бурят, то ли что, и такое состояние всей ситуации, что все-таки стюардесса вышла, такая же, оденьте спасательные жилеты, а в кого там их нет, я не помню, что там она ему сказала, а Вин, наверное, боялся, вот он стыльно кидал, там так кидал, что невозможно было бы ухватить самолет, и Вин, наверное, боялся, потому закрыл лицо, надо нем, она его успокаивает, там, щешет, не, мы не можем погинять, мы собираемся уже поженить, вот, и так сказала, спасательные жилеты, и сейчас бегом там, как не старалась, достала, например, спасательный жилет, и шоу-дейт, она открывает глаза, а он со зверским взглядом отбирает, как у меня нет, отбирает мне все жилеты, и она пишет, мы, скажем, не упали в воду, и мы не пожинили, ну, так и конечно, ну, это отпечаток на всю жизнь, конечно, я его люблю только на путешествии на автолете, я просто говорю, что я мужу своему не доверяю, ну, а из-за горности вон, 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 потому что у меня друг служил в особом батальоне морской пехоты, понимаешь, они говорят, у нас было 600 человек спортсменов, через 3 месяца осталось 200 человек, психологически люди надломились, потому что, говорит, вертолет летит над тайгой, и, говорит, 6-7 метров над тайгой, там, говорит, бурелом неизвестно что, снег, камни, прыгнул, хана, понимаешь, а они выпрыгивали постоянно, и так, говорит, я говорю, Володя, как ты выдержал? На смерть уже тогда? Убивались, говорит, и ломали, ну, представь, 7 метров, вот, спрыгни, ты не знаешь, там бурелом, там коряги, там камни, там непонятно что, там болезни, болезни, и у него, говорит, я был радист, у меня была рация, гэпнулся, говорит, так, что, говорит, с позвоночника до мозга слышишь, как ты, что ты гэпнулся, на сраку, извини, и вот, представь, я говорю, Володя, а что ты, как ты выдержал? Он 9 месяцев там прослужил, потом сломал челюсть этому сержанту, его оттуда выдворили, вот, потому что оттуда просто так уже не выходят, он говорит, что, что, неимоверная моя гордыня, вот и все, что человеку дало возможность, вот так вот, гордость иногда даже не даст это сделать, понимаешь, но побудительный факт все равно гордость остается, даже он самоотречение проявит, понимаешь, отдал бы ей, потому что он просто постеснялся бы это сделать, совладал бы им все, как Титаник, понимаешь, ради своей девчонки он мог бы пожертвовать самим собой, но это побудительный мотив, ну, опять же, Титаник это идеализировано все, не, 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 я читал статью, тоже вот как раз о Титанике, и что самое интересное, что там, вот именно вот этот факт, я там не знаю, песню, но там, там миллионер, был миллионер, муж и жена отказались, он, он сидел в лодке, и он увидел, что женщина была на палубе, он миллионер был, и он вылез с этого, ну, посадил женщину обратно, а этот миллионер сдалез, а этот миллионер обратно на судно ушел, он погиб, ну, как бы, вот там были люди чести, потом был капитан, капитан судно, потом еще, они все, там был лорд какой-то еще, они собрались, пошли играть в портлер, то есть они знали, что все, им лодок не хватит, им не хватит хлюпок, хотя они были обеспечены, они там были, они могли купить это место, все, они отказались от своего, то есть были, очень много людей чести было на этом все, то есть вот интересно, я там статью тебе прочитаю, то есть на самом деле, что, а были те, которые покупали места, один из них это судовладелец, не судовладелец, а связанный как-то с этим судом, он за взятку купил себе место там, ну, то есть там вообще первая шлюпка ушла, что-то 18 человек, вторая, что-то 12 человек, хотя можно было 64 посадить, да, ну, то есть там, там действительно очень много таких фактов, которые, почему, потому что после Титаника, а почему это известно, потому что был суд, и все эти люди, которые спаслись, был суд, и полностью разбирались, все свидетели, то есть все это записано в судебных, ну, как бы, делах, в архиве, все это сложено, то есть там практически просветили всех людей, что каждый делал, вот на самом деле этот музыкант эти играли до последнего, пока судно не начало валиться, на самом деле музыканты, как бы, исполняли свою миссию, то есть люди там, многие, именно пожертвовали, там, эти, которые сидели наверху морякам, этим матросам не выдали бинокли, не было, их всего двое, должно было стоять четверо, должны были по краям судна стоять, должен был прожектор быть, не было прожектора, не было бинокли, не было, то есть это трагедия, которая была из-за, опять же, что были преимущества, большой корабль, не потопляем, не случайно, мы не потопляем. Если на кораблях такого размера, обычно два, два отсека, если затопляется, то он, как бы, еще оставался на плаву, и еще мог там куда-то идти, у них четыре отсека бы могли не быть потоп, были заполнены водой, они должны были не потоп, у них стояла помпа, высасывала 8 тысяч кубов в час, а водоизмещение судна, там, к примеру, 30 кубов в тысяч, то есть при том огромном размере, представляешь, что она практически за час не будет. Ну, ничего, для облизи поставили, не, она очень мощная, наоборот, мощнейшая помпа, 8 тысяч кубов в час, а судна 30 тысяч, ты понимаешь, то есть в час она выкачет, то есть от такой пробои не даже не могли подумать, что она проборит тебе, а преимущество какое было, опять же, мы говорим о преимуществе, почему лопнула обшивка, потому что было много серы, ее сделали очень твердой, ее хотели сделать, что если судно какое-то встречается, она проламывает судно, но оказался Айсгард, который пропорол ей нища, ты понимаешь, преимущество всех, все преимущества, которые были даны этому Титану, они даже предположить не могли такого оборота событий, что он встанет таким образом, и вот эта вода начнет вот так заходить, просто во все эти отсеки, один затопился, потом второй, как любой конструктор, он уж обращает внимание не на преимущество машины, а на иностации, то есть проблема, но они не предположить не могли, что так пропорит и так быстро, как кто может быть, там еще такой момент был, проворол и пошла вода в отсек, там где котел стоял, котел порол и как бы он взорвался, то есть там вывернула часть нищая еще после этого, то есть как бы мало того, что была стометровая обшивка полопалась в 100 метров, длиной в 100 метров, еще лопнул котел, то есть как бы одна из причин, основных причин, это взрыв котла одного из котлов, то есть там вырвало пол днища практически, там часть вырвало, и оно потом пошли, ну ему давали там на, он должен быть и еще такой интересный факт, тоже вообще парадоксальный, судно прошло рядом и зафиксировали его, потом капитан тут с ума сошел или там что-то с тем капитаном встал, буквально на Титаник тонул, а рядом прошло судно без огней, без ничего, а они думали, что это фейерверки на Титанике, те СОС пускали, а у них была другая, ну типа там так и не смогли до конца, там не пишется, но я так скажу, что у них, они настолько были уверены в непотопляемости, что у них были только праздничные, фейерверки настоящие, у них не были эти сигналы, они бахкали, а они думали, что надо Титаники праздновать, и прошло судно, мимо прошло, в тот момент, когда они уже, если бы это судно подошло, практически все были спасены, оно прошло, мимо и все, вот и все, это, как я говорю, не делайся, скажу, это, это, как значит, густок нашего мира, такой, знаешь, такой, Бог нам показал, вот мир, на игральной доске, вот посмотрите, самый, это был самый большой на тот момент, самый богатый, полтора миллиарда долларов было, фунтов стерв, где-то по нынешним ценам, полтора миллиарда стоило это, это судно, полтора миллиарда. Это английский корабль был, да? Это английский корабль, но строился на судоверфи в Белфасте, Ирландии, то есть он был задуман, там было два таких корабля, и, кстати, еще один корабль такой, точно такой же был построен, и тот постоянно ломался, только первый вышел, то есть это было, как бы, ну, как вот Бог показал, что, как бы ваши опять же все эти, то есть он как только вышел с порта, он умудрился где-то там, преимуществом наше, на корне, ай, да, если человек рассуждающий, может быть, на себя делать уроки, на все, что окружает, на все, на природе, на все. Субтитры создавал DimaTorzok